Наши соотечественники занимаются бизнесом в различных сферах здесь в Таиланде. Но сегодня мы поговорим о ребятах из Москвы, которые построили комплекс Паттайя, который уже находится на завершающих этапах строительства и будет готов к заселению с сентября этого месяца. Мы сегодня говорим о проекте Solaris. Здравствуй, Дима. Здравствуйте, ребят. Спасибо, что приехали. Знакомьтесь, это Дмитрий, он управляющий директор проекта Solaris. Он сегодня нам расскажет вообще, как появился на свет этот проект и откуда вообще пошла идея. Расскажешься какие-то тонкости. Дим, с чего начнем? Я думаю, что лучше начать с шоурума, чтобы посмотреть, какая у нас мебель внутри. Началось все с моего первого визита в Таиланд в 2010 году. Российский инвестор, то есть все деньги были из России. Дима, были вообще какие-то сложности с получением разрешения, либо там с покупкой земли, получением лицензий? Я могу сказать, что это больше для меня, чем бизнес. Это дело всей моей жизни, потому что я делаю это для людей, чтобы люди получали удовольствие, живя в этом доме. Для меня это очень важно. Дима, ну у вас довольно-таки интересный проект, мы с вами сотрудничаем, но даже я никогда не спрашивал, откуда вообще появилась идея этого бизнеса и с чего все начиналось. Ну, началось все с моего первого визита в Таиланд в 2010 году. Я увидел здесь людей, увидел здесь, как строится бизнес, посмотрел, как работает экономика. Почему важна экономика? Потому что я в Москве работал с инвестициями, работал непосредственно с клиентами. И я предложил данную финансовую идею своему клиенту, с которым проработал 5 лет. Очень удачно мы инвестировали в различные проекты. И, собственно, он согласился, потому что Азия очень, в данном случае, Паттайя, очень привлекательно растет. И очень привлекательно как для инвесторов, так и для обычных покупателей недвижимости. Собственно, и поэтому мы решили, что данный проект будет успешен. Собственно, так. Вот на втором этаже у нас будет располагаться бассейн с джакузи и также зона для загара. Также мы поднимемся с тобой чуть позже на крышу. Я расскажу про инфраструктуру, что у нас будет на крыше. Дима, я правильно понял, что у вашего проекта был российский инвестор? То есть все деньги были из России? Да, все верно. Это мой клиент, с которым я работаю более 5 лет. Мы также инвестировали с ним европейскую недвижимость очень успешно. Но сейчас там не самые благоприятные условия. И мы решили переместиться на Азию, так как Азия более стабильный регион для инвестиций, для долгосрочных инвестиций, как со стороны инвесторов, так и со стороны непосредственно покупателей недвижимости. Ну даже я могу там из личного опыта сказать, что у меня очень много клиентов, у которых были дома в Испании, в Чехии, в Болгарии, в других каких-то популярных направлениях в Европе. Сейчас наоборот люди стараются переквалифицироваться и перевести сюда свои активы. Да, все верно. Он тоже сейчас старается избавиться от европейских активов и все перевести непосредственно в Азию, сюда, в Паттаю. Потому что регион, в данном случае город, очень сильно развивается и на юг, и на север в части недвижимости. Это пример самой маленькой квартиры, которая есть в Солярисе, студия 27 квадратов. Квартиры здесь идут с полной меблировкой и техникой. Все, в общем, как видите, за исключением элементов декора. Дима, кто вообще макет проекта, дизайн разрабатывал? Мы разрабатывали его здесь. Обратились в крупное архитектурное бюро в Бангкоке. Очень опытная, которая нам это все сделала полностью, весь дизайн дома. Также, что очень важно, прошу заметить, что это для нас первый проект. И мы решили не гнаться за большой маржой и решили сделать максимальный акцент на качество и на цену. Потому что это основные факторы для покупки недвижимости, тем более для российских клиентов. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, у вас прайс 1,5 млн старт за студию. Да, все верно. За самую студию там даже еще дешевле немножко. На крыше у нас будет располагаться большой спортзал, почти 200 квадратных метров. Зона для загара с видом на море. Также джакузи, душевые и мини-бар. Слушай, мини-бар возле тренажерного зала – это необычно, скажем так. Дима, были вообще какие-то сложности с получением разрешения, либо там с покупкой земли, получением лицензий? Нет, на самом деле это и есть в этом прелесть Таиланда, что здесь все вопросы решаются достаточно просто и легко. Землю мы купили, земля находилась в частной собственности, купили ее за свои средства, она не за логию банка, соответственно, есть ченоты. Сложность была в получении главного разрешения на строительство здания, и ей так называемое. И, собственно, но это уже все позади, мы его получили. Сейчас дом уже построен, мы ждем справки Оус-Х, которая дает на разрешение на введение дома эксплуатацию, а мы ее получим относительно месяц через два. В общем, учитывая опыт в Европе, ты можешь сказать, что в Таиланде гораздо проще вести бизнес в сфере недвижимости? Однозначно, однозначно, поэтому мы, собственно, и решили сюда переехать, мы взвесили все риски и поняли, что самое лучшее место, одно из лучших мест для ведения бизнеса, тем более строительного, это Таиланд. Дима, ну у вас не совсем стандартная ситуация для Паттайи, как правило, застройщики покупают землю, получают разрешение, строят шоурумы, открывают продаж. У вас ситуация совсем другая, вы полностью построили здание, вы уже через два месяца заканчиваете строительство, вводите в эксплуатацию, и вы только недавно открыли, начали продавать. Почему так? Ну, на самом деле, все очень просто. У нас были изначально деньги на полностью всю стройку, мы все просчитали, вот, и, соответственно, когда первый застройщик с первым проектом выходит на новый рынок, у него возникают проблемы при продаже, проблемы с доверием. Да, доверием, и поэтому мы решили построить полностью дом, ввести его в эксплуатацию, и потом уже непосредственно начать продавать. Ну, вот начали немного раньше даже, чем планировали. А в основном вы на какой рынок ориентируетесь? В основном это тайская аудитория, русская аудитория, ну, естественно, это европейцы и американцы, которые тоже здесь много покупают недвижимости. Сколько уже продали на следующий день? 43 квартиры, осталось 92. Дима, какая вообще основная фишка у вас, вашего проекта? Ну, естественно, у нас есть удобство, как и у всех, это бассейн, тренажерный зал, сауна и так далее. Но основным концептом нашего дома, основной фишкой, я бы сказал, что это мини-бутик-кондоминиум, полностью со всеми удобствами, с учетом того, что у нас будет на первом этаже мини-бикси-магазин, где люди могут все купить, все продукты основные. И на втором этаже у нас будет кафе, трансфер свой личный для наших посетителей до пляжа. Ну и, соответственно, мини-бар на крыше, что очень тоже необычно. Ну, а вообще, если говорить в целом о проекте Solaris, я могу сказать, что это больше для меня, чем бизнес. Это дело всей моей жизни, потому что я делаю это для людей, чтобы люди получали удовольствие, живя в этом доме. Для меня это очень важно, в первую очередь. Поэтому, собственно, я уверен, что проект будет хороший, и людям будет нравиться здесь жить. Я надеюсь, что наши покупатели почувствуют, Дим, твою любовь, душу, которую ты вложил в этот комплекс. Спасибо большое, что сегодня уделил нам время. Спасибо за кофе, которым ты сегодня нас напоил завода. Я думаю, что до скорых встреч. Спасибо, мы вас всегда ждем, всегда вам рады. Приезжайте почаще.